всем привет продолжим volkswagen я на ночь камера у меня села работал допоздна завалил все шпаклом один протяг алюминий стекловолоконной шпатлевкой lecler полтора протяга наполняющий шпатлевка lecler и здесь я довел чисто по двери стянул это взял попробовать финишная облегченная шпатлевка adi youtube и она реально легкая тоненько протяну посмотрим как она трется как она чупается она верхний слой у нее как обычно знаете облегченок он не высыхающий и его надо машины короче тирану сначала что мы будем сейчас делать машинкой собью восьмидесяткой в наглую собью вот это вот липкая накатанная потом проявляем работаем брусками мне нужно вытащить форму дать плоскость потом расточить наждаком одинаковую толщину проема я так ножом примерно вырезал чтобы пера дверь не прилипла вырезал и ему по внутрянке тут понятно работы непочатый край тут очень много этих еще дошпатлевывать наверно придется будем посмотреть что будет получаться как она будет выходить сегодня у меня есть такое настроение то и по времени надо даже необходимости настроение вот это подготовить в грунт дверь сделать потому что тут же вмятина и эту дверь сделать хотя бы тоже подготовить в грунт и в идеале загрунтовать мы посмотрим как пойдет потому что судя по вчерашнему то не так все это быстро как как он хочет возьмем старенькую восьмидесятку я пока для держать в таком закрытом состоянии чтобы салон не пылить и ковер не вешать туда дверь будет все равно сниматься до металла вся поэтому то что и этот пошпатлевал тут поцарапаю с этим наждаком это не страшно чутка точну плоскость по проема пробежался проявляемся сейчас круглым наждаком на бруске в коротком длинный некуда совать только короткий буду работать соткой это мирка абранет зерно 100 взял сетку потому что хорошо от пыль выводит так у volkswagen на кант острый но вчера с инком общались это сделай через скотч учу ты паришься я через скотч обычно не работал не привык и через скотч работать ну тут попробовал нашу кант острый сделать напрямую ну очень сложно а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и обязательно на первый проход делать на машинке наждаком Продолжение следует... Прошпатлевали, пока тут сохнет, я сейчас выпилю проем потихоньку, беру восьмидесятку, ну что-то такое крупное надо брать, вставляем там, где проем еще целый и оттуда начинаем запиливаться Складываем ее так в четверне, зазор весь по ширине становится одинаковым Теперь из того, что надо доработать, это вот эту внутрянку дотащить туда, завернуть, потому что я наждаком просто физически не могу этого сделать Вот это подровнять Ну то есть, есть чем позаниматься уже непосредственно вручную, непосредственно вовнутрь Край, в принципе, он ровный и можно выйти спокойно, ну, выточиться под тот ориентир, который у нас есть снаружи Чтобы его не сбить, в принципе, можно взять пудру проявочную Сделать вот так, и тогда мы будем четко видеть, подошли мы туда или нет Так, пощупаем, по форме уже все неплохо Тут есть небольшие огрехи в самой шпаклевке Ну и тут по торцам дырочки, там всякие порочки Если сейчас все это делать вручную, закладывая шпаклом, ну это будет долго и форма будет теряться То есть, пока заложил, тер, что-то там, канц тер, торец тер убил Ну и в этом плане, как бы Поэтому я завалю вот это все жидкарем кусочек Пока завалю жидкарем, оно будет сохнуть, я займусь спокойно дверями Бороги, у меня есть чем заняться, бампер То есть, это я сегодня завалю, и я аж на завтра Дверь я оловом вкинул, надо перетереть Посмотреть, может чуть-чуть потлянуть И передком займемся Но прежде чем снимать сейчас двери, чтобы работать со шпаклом жидким Прежде чем снимать двери сейчас, мне нужно тут доровнять низ, кант этот, понизу То есть, вот тут расточить Так, подчистка вот этой вот ширины канта будет выглядеть таким образом Лепестковый круг, 80-ка И аккуратненько буду сейчас стачивать ребро Главное не перестараться, чтобы ребро не раскрыть Если раскрою ребро, его надо будет проварить Ну, наверное, оно раскроется, потому что тут еще точить и точить Отлично, теперь зазор ровненький Ну, за исключением того, что, сейчас покажу Надо Надо теперь заваривать вот этот торец Потому что он раскрылся Ну все, теперь, по крайней мере, можно снимать двери Разобрать осталось зеркало Молдинг, снимаем обе двери С ними работаем отдельно А пока что завалим крыло жидкарем Так, подготовлено, жидкуемся Дюза 2.0, без всяких редукторов, дополнительных Пробую Я чуть-чуть разбавил, процентов 5 Разбавил жидкую спотлевку Специальным разбавителем для нее Жидкаря у меня немного Поэтому я сейчас в один толстый все залью И что остается, пройду, пропылю непосредственно там, где Буду видеть какие-либо кратера или раковины То есть тут мне жидкарь нужен не форму доводить А просто заливать все раковины Потому что неудобно их Особенно на торцах, вот эти вот у меня горбец Их неудобно подливать вручную Их неудобно подливать Жидкарь, конечно, тема Порой спасает очень сильно Заднюю дверь я отрепетировал оловом Сейчас протяну шпатлевкой Потому что не идеально Как хотелось бы Ну реально, не так все просто, как кажется Когда смотришь на видео Именно олово разровнять Короче, подшпатлевываемся Тоненько прохожу Стекловолокном Шпатлевкой Подсыхает И универсалочкой подтягиваю Чтобы было на чем выбиться Дверь потом вся пойдет под металл сниматься Поэтому пока что ничего не трогает Тут особо Так, почистил я дверку Пока чистил Она тут такая Местами живенькая То есть не натянутая Ну как бы направление ей дали Но не доделали его Хотел я оловом До самого последнего момента Уже фактически до самой перечистки Оловом, оловом Но потом на толку оловом Если у меня на крыле На заднем В районе вот над арочкой Где был чуть-чуть плывун Так он там жесткий И вот так коробило Когда я туда олово ложил Что тут дверь Мне ее просто сейчас вертолетом свернет И я ее всю буду перешпатлевать Поэтому Тут мы как бы Не то что экономим Клиента деньги А просто не тратим свое время И никуда Ну реально Я не сделаю эту дверь оловом Так чтобы не шпатлевать Все равно Тут поляна живая Ее еще хуже будет Если я начну греть Время свое получается сэкономлю Я сейчас тоненько перетянусь Ну по самым ямам Перетянусь стекловолокном Может быть даже два раза Чтобы вообще тоненько И потом пару слоев Универсалочки Попробуем универсалку от MaxMayer Будет живое сравнение Высушим Ночь эта просохнет С утра перетрусь И можно будет Грунтоваться смело А сейчас оловом работает Да часа три Тут буду олово гонять Это расплавлять Потом его тереть Вычухивать И результат все равно Придется шпатлевать Дело к вечеру тянулось К нам гости приехали Я работал так постепенно Ничего не снимал Так вот Дверь протянул шпаклом Натянул Как она называется Где она Натянул вот этим вот шпаклом Ее MaxMayer Стоппер 3800 Мягенькая Тянется хорошо Трется Я на этой дверке Попробовал хорошо Но завтра тут попробуем Посмотрим Как оно В объеме Себя чувствует И покажет Эту дверь Я всю снял До металла Завтра еще перебьюсь 120 металл 180 Еще раз шпатлевку Просто я свяжу И все Отклеиваю внутряк Будем грунтоваться Сварочником Подваривал уголок Вот тут Который раскрылся Вот этот торец Все полностью Прошпатлевано Завтра дверь Подготавливаем На вечер Теоретически Тоже грунтуемся Ну и бампер Снял до пластика Бампер вроде бы Был целый Но по факту По факту Тут куча Шпатлеваного Сейчас возьму фен Чуть подогрею Повыдавливаю Чтобы убрать Эту шпатлевку Здесь был ремонт Надо нагреть Поправить на место Поставить Да Проварено Все остальное Просто повыдавлять Все Бампер подровнял Тоненько Протянулся тут Потому что Кротера Остались глубокие Проваривать я Не буду Так сварка Держится хорошо Протянул шпатлом Перетру завтра Дотру И в принципе В грунт у нас готов Будет точно Бампер Дверь Дверь Кузов под вопросом Но постараюсь Так чтобы загрунтовать Это все одним махом В субботу Под выходные Чтобы в воскресенье Оно простаивалось Спокойно Можно было в понедельник Начинать с этим делом Всем Работать Ну как-то так Олова на двери Отменилась Чисто из логических причин Думаю Может оно и к лучшему Потому что Я пощуп с оловом Наверное Ковырялся до сих пор Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok